здравствуйте друзья у нас такой вопрос я бы сказал хороший вопрос звучит так расскажите говорят о хороших районах и о плохих вот именно о плохих как бы там фокус был на плохих районах сша и это действительно тема которая многих волнует вот как бы да не приехать в сша и не оказаться там в плохом районе и действительно эта тема муссируется недобросовестной такой пропагандой типа вообще вся америка в плохих районах живет там да вот если попадешь такой же точно будешь плохих и там тебя будут обижать значит афроамериканцы порежут ножиком там латинос ну и все что полагается значит плохому району да и дальше вопрос так говорит что вот в то же время на форумах встречаются значит истории людей которые получают там 10 там плюс долларов в час и они прекрасно устроены и вот это меня тоже даже больше заинтересовало чем например плохие районы если мы говорим о плохих районах то я скажу так в соединенных штатах есть плохие районы там преступность повыше там население победнее ну вот скажем так я я условно от балды значит если допустим принять что 10 процентов сша это плохие районы и вы поедете в этот район вы посмотрите на этот плохой район и поймете что это такое то это 90 процентов той страны где вы живете вот собственно все просто у вас свое понятие плохого района допустим а здесь свое понятие плохого района но если вы хотите понять что такое плохой район вот там где вы живете вот там его с избытком а здесь это небольшой процент вот собственно и вся разница поэтому говорить о плохих районах мне не так интересно а вот говорить о 10 плюс там долларов в час и люди хорошо устроены и все у них есть вот об этом мне гораздо интереснее поговорить дело в том что к сожалению или к счастью я не знаю как сказать но очень трудно жить в одной стране и быть счастливым от того что кто-то живет хуже в другой стране вот допустим вот вы живете там где вы живете допустим российской федерации или это будет узбекистан или это будет украина там или все чтобы и вы думаете вот мы тут плохо живем вот поеду я в америку я помню одного парня из киева это было много-много лет назад кто-то ему сказал в каком-то письме он прочитал тогда интернетов и мейлов не было что вот там какой-то человек эмигрировал в сша и работает в нью-йорке за 7 долларов в час улицы подметает и это его потрясло вот это 7 долларов в час вот эти он говорит он вообще программистом сам был ну тогда еще будете большие машины там неважно и он говорит да я в крайнем случае говорил он за 7 долларов в час по улице буду подметать говорил он не понимаю вообще о чем речь потому что 7 долларов в час в нью-йорке это совсем не то же самое что 7 долларов в час в киеве там в допустим в девяностом году когда это все происходило потому что в девяностом году за один доллар давали скажем 20 рублей так и 20 рублей а допустим 200 рублей это была зарплата приличного инженера не начинающим то есть понимаете да то есть он допустим там за полтора часа зарабатывал бы зарплату там инженера а за целый день это я уже не знаю там доктор наук завкафедра и но вот такого поэтому и он думал что зарабатывая он 7 долларов в час в нью-йорке он бы их мог потратить с такой же эффективностью как если бы они были у него сегодня вот тут с киеве он бы там раз месяц квартиру покупал там трехкомнат ну и тогда по тем по тем ценам по тем временам когда можно было там за три четыре тысячи за пять купить там хорошую квартиру в центре города значит к сожалению к сожалению так не работает на протяженном отрезке времени безусловно когда ты только приехал и когда ты пишешь первые свои письма и я вот рассказывал в своей этой истории которая висит на форуме говорим про с ссылка на нее есть под каждым видео если вы посмотрите описание к видео там есть там история нашей адаптации и там есть история как мы только приехали вышли на улицу буквально в первый день но в смысле поселились квартиру и первое это было первое наше утро в этой квартире сан-франциско и мы вышли на улицу и был стрит-клининг то есть люди бывают выносили там хлам всякие чтобы его бесплатно забрали так обычно платить надо тут бесплатно забирают и вот я вышел а там телевизор стоял упакованный так знаете он так верю обязаны там и своим тем сетевым шнуром там антенка сложена и а мы шли через квартал там буквально в магазин продовольствие так мы пока дошли до продовольствия магазина я 5 телевизоров домой принес проверил от 3 из них мы оставили два отнесли обратно они не работают и вот я так как-то был впечатлен и дочка наша она из пятого класса была значит она пишет там своим подружки пятиклассницы в москву она пишет рассказывает эту историю и другая девочка значит там тоже ей присылает письмо одноклассницы бывшая московская и она говорит мы всем классом читали твое письмо и особенно вот поразил момент где вы телевизоры с улицы приносили и а у нас если ты еще помнишь не то что телевизора приемник поганого на улице не найдешь давайте то есть ну конечно впечатление первого дня впечатление первой недели может быть первых трех месяцев когда ты сравниваешь все вот с теми деньгами я помню мы были в нью-йорке первых там но первую неделю нас там придержали пока мы медицинские всякие тесты сдали и вот мы выползаем на улицу и у нас с собой было на семью там нам туда поменяли 450 долларов тогда столько меняли и вот мы идем на у нас практически денег нет но мы как-то даже и не думаем еще на эту тему вот у нас есть там какие-то там деньги и вот там баночка пепси или кола там я уже не помню такая металлическая вы понимаете и я думаю ну-ка вот может купить баночку пепси смотрю сколько она стоит она стоит но когда в розницу берешь там день на улице там в ларьке подороже чем в магазине она стоит 50 центов я думаю 50 центов по курсу 20 рублей тогда мы когда выезжали я думаю 10 рублей нет думаю я это слишком дорого за баночку пепси давайте то есть вы переводите местные цены на те которые вам привычные понятны и это но я не хочу сказать неизбежный но во всяком случае очень распространенный такой вид познания действительности когда ты переводишь фунты в килограммы когда ты переводишь фаренгейты в цельсии когда ты я кстати фаренгейты в цельсии до сих пор так у меня щелкает то есть я могу фаренгейтах тоже но но мне привычные до сих пор в цельсии и рост мне все равно привычнее в сантиметрах я могу и в инчах тоже в дюймах не без разницы но как-то я вот если меня спросить то мой первый ответ вы миша какого ты роста я не скажу что 6 и 1 да там я я скажу 6 футов 1 дюйм я скажу что у меня рост 186 сантиметров как бы тем не менее значит и вот первое время ты переводишь там это все в эту систему единиц и те 7 долларов или там даже 10 когда мы приехали минимальная зарплата была 450 такого плана минимум сейчас он там десятки подбирается и вот что я хочу сказать первое время ты вот эти копейки на которые жить нельзя ты измеряешь так вот те машины мы думаешь ну блин какие бабки но очень быстро время подходит и ты говоришь минуточку но даже квартиру платить первая квартира которая у нас была в сан-франциско много-много лет назад 24 года назад мы за эту точку ван бедром до двухкомнатную квартиру мы за нее платили 745 долларов в месяц это не была дорогая квартира это была довольно дешевая квартира 745 долларов в месяц а переведи-ка в рубли это так и так вообще застрелиться можно правда поэтому ты начинаешь привыкать к другому измерению что ли денежному и тогда ты начинаешь понимать что вот это много денег а это мало денег вот мы идем например в рестораны да я люблю показывать рестораны я люблю показывать какая там еда какого она качества но хотя бы на вид и обязательно показываю сколько она стоит и даже не важно что я показываю это может быть еда это могут шмотки в магазине я тоже люблю показывать у меня есть такая рубрика ценник то вот что почем дома когда мы показываем и 90 процентов откликов которые идут на это ведь найти видео это люди говорят что этот дом не стоит вот этих денег это я совсем ниже блинтуса я я просто думаю сказать ничего этим людям но он не стоит этих денег у нас бы такое стоил столько начинают сравнивать вот сколько стоит поход такой в ресторан там вот там я не знаю там в уренгое или там я не знаю в липецке но помилуйте у вас же нет той зарплаты у вас же нет тех расходов на на жилье на машину на бензин там и так далее то есть в конечном счете все упирается в наличие свободных денег которые остаются после того как все необходимые расходы совершены необходимые это называется disposable income вот когда по-английски disposable то есть что ты можешь пойти реально потратить и знаете сравнивать тоже с зарплатой просто скажу нас зарплата в три раза больше чем там значит у нас в три раза более доступны не факт потому что у нас расходы другие мы за жилье столько лет там как если бы платили так мало за жилье как они там платят там в нижнем тагиле давайте но мы же платим больше поэтому все эти расчеты и перерасчет они абсолютно бессмысленны ну то есть абсолютно бессмысленно и разговор о том что какие-то люди за 10 долларов в час хорошо устроены и это впечатление людей которые вчера приехали позавчера им казалось что они могут с голоду умереть под мостом за ночевать и какие-то вот страхи естественные для всякого нормального человека я вас уверяю особенности дети есть и люди волнуются дам и тогда ну конечно и вдруг он 10 долларов в час получает а представляете себе жена еще 10 долларов в час получает это ведь вместе на самом деле 40 тысяч год и 40 тысяч в год это не намного меньше чем средний доход на американскую семью другое дело что американской семье уже не нужно покупать мебели в таком количестве да и мне не нужно покупать два автомобиля потому что у них нет ни одного и не нужно покупать одежду местную так чтобы там есть на обувь я не знаю что поэтому в общем то слушайте 40 тысяч совсем не так плохо и если он получает эти 10 долларов в час в таком месте где все дешево например он находится где-нибудь во флориде так где на самом деле трудно заработать больше чем 10 долларов в час но их там двое они зарабатывают свои 40 тысяч и вот стоит дом за не знаю 120 и кстати неплохой дом а он же может еще самый мобилхоум какой-нибудь купить там за 30 тысяч и люди которые остались в уренгое нижнем тагиле не знаю там где еще и они смотрят смотри чувак живет во живет чувак 10 долларов там туда 10 долларов сюда но понимаете время идет и человек вот ну как-то начинает понимать эйфория проходит потихонечку и дальше надо решать другие задачи более сложные вот посмотрите на форумы иммиграционные там на 100 человек которые радостно пишут мы вчера приехали мы начинаем нашу историю или они может я за месяц-другой начинают и там все поддерживают кричат ура там мы с вами мы вас верим там туда-сюда и куда девается этот человек вот из 100 человек куда деваются 99 там после того как они более-менее элементарно устроились получили вот эти 10 долларов в час и прошла первое и паре они перестают писать потому что им не о чем писать потому что жизнь вот это вот на 10 долларов в час она хороша когда ты пишешь письма и бабушка там у подъезда рассказывает другим бабушкам у подъезда на лавочке все равно о чем говорит а когда ты уже живешь и ты уже понимаешь и понимаете вот например в сомали там выйдет ну фактически война то такая не поймешь какая в ираке в иране там есть страны где вообще черт что происходит и никому от этого не легче в других местах вы говорите себя а у меня нет войны а у меня никто не стреляет а у меня не бегают люди с калашами тут по улице и тогда ну правда но но хорошо но остается же другой вопрос вот остается вопрос а как жить а как заплатить а как купить а как детям образование дать но если вас интересует образование для детей и дальше вы не можете продолжительное время жить тем что в других странах хуже чем у вас тут хотя я вам скажу что например в поколении наших родителей и наших дедушек и бабушек то я же не знаю там кем они вам будут приходиться но вот в поколении моих родителей и моих дедушек и бабушек людей которые прошли через войну пережили войну не обязательно были на фронте но в тылу сам факт того что войны нет то что они видели войну сам факт того что войны нет что не забирают мужей что не погибают дети на войне и так далее сам факт вот этого он был настолько важен что все остальное было уже ерундой просто понимаете они готовы были все что угодно там перетерпеть лишь бы вот не было вот этой войны слова я помню как они например там хлебные крошки на столе никто не выкидывал там и скатерть не вытряхивал а так рукой в ладошку раз и в рот не в мусорное ведро в рот кусок хлеба выбросить было невозможно это это было преступление против нравственности понимаете что была такая нравственность сформирована войну люди которые знали войну они всю жизнь помнили поэтому я что хочу сказать что конечно если такой чудовищный стресс вот типа войны там или там в тюрьме сидел человек и так далее он сильно меняет его может быть до конца дней там и так далее но поскольку вот ни того ни другого к счастью у нас с вами нет то мы все-таки живем не таким вот дауншифтингом да там вот приехал куда-то был инженером там был бизнесменом был там учителем до приехал вытирает пыль в гостинице со столов постель меняет получает 10 долларов в час и доволен до соплей знаете вот такого нет такого нет значит он не был никогда инженером он не был никогда учителем он там отбывал может что-то я не знаю там что с ним было но это не был чек который интеллигентную работу выполняет то что если он выполнял если он принадлежит вот к этому он 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 понимает что он куда-то ушел вниз как дауншифтинг произошел и никто же ему не мешает вернуться и быть вот ну в том в той категории в которой он был и вот я я этим занимаюсь 20 лет тем чтобы возвращать людей туда где они на самом деле привыкли быть это же трагедия если ты не можешь состояться в том смысле в каком ты хотел состояться в каком тебе предназначено состоять или ты считаешь тебе предназначено состоять вот вот это рассказ о десяти долларах хорошо это очень важно получать 10 долларов на 10 долларов уже можно самообеспечиваться в 10 долларов мама 10 долларов папа уже у них есть достаточно денег чтобы снять жилье покушать там автомобильчик бензинчик страховочка там туда-сюда в макдональд сходить и вот он уже живет но это начало это не конец это не . в которой он должен прийти это это вот как допустим ты из детского садика у тебя graduation произошло и ты пришел в первый класс и и дети которые остались там старшей группе детского садика ты для них целый первоклассник а когда ты первоклассник и ты видишь вот как в наше время школу школы были там были все классы сразу в одном здании вот не так как тут сша и ты вдруг видишь там и десятиклассники ходят и там и даже даже второклассник для тебя там целый я не знаю там великан и ты вдруг понимаешь что ты никто потом ты заканчиваешь школу и ты поступаешь в институты для тех кто в институт в школе остался там на год младше ты целый студент а что это за студенты первокурсник боже мой вот а те которые пяти курсники такие все герои там в наше время пять лет учились да такие там орлы бегают вообще страшно и вот он приходит на работу после если кто он давайте вот это диалектический процесс ступень за ступенью за ступенью за ступень и никакая ступень не является конечной уж тем более самая первая ступень и 10 долларов в час это и есть первая ступень самое что ни на есть первая ступень я в свое время начинал с того что мне давали 20 долларов за день мне давали бумажкой ну кешем до двадцатку я за эту двадцатку с 10 утра там до не помню пяти часов вечера стоял в магазине но не то что вышибал и ну пересматривал да так чтоб там кто ничего не унес больше своим видом предотвращал так сказать факт выноса шмоток из магазин и ничего страшного эти но как первый этап я могу рассказать и вот там дай посмеяться и так далее вот а если у тебя вся жизнь вот это вот это ну тогда плохо понимаете вот так что я хочу в оптимистичном ключе значит к этому ко всему подойти в том смысле что когда вы видите эти истории вы должны понимать как бы где на большой картинке вот эта маленькая ситуация маленькая история где она где ее место на большой картинке на большой траектории а ну а ну есть есть обязательно ну вот вот к нему так и надо относиться как начальная стадия первоклассник вот он значит уехал в другую страну поступил в первый класс буржуинской школы жизни вот он там значит и теперь и учится в первом классе все ребят счастливо и так как тост хочется сказать так выпьем за то чтобы у нас всегда было куда расти до чтобы мы всегда были как в первом классе и чтобы у нас был впереди еще и 2 3 10 чтобы мы никогда не останавливались 10 долларов 20 30 там 100 и так далее там есть еще больше в общем и никто вам не помешает получить и тысячу долларов в час если вы как бы хотите и делаете что для этого нужно и и вы для вас это важно это может быть это не так важно вот важно что-то еще счастливо